Добрый вечер! Вы смотрите телеканал РЕН-ТВ Балтия. Это авторская программа Андрея Мамыкина «Без цензуры». И в течение ближайшего часа мы попытаемся разобраться, должны ли в Риге существовать за счет всех налогоплательщиков. Детские сады с обучением на русском языке. Это вопрос и стоит в рамках нашего онлайн-голосования. Русские детские сады в Риге должны ли они быть? Если они должны остаться, то 90501287 – это точка зрения для вас. Звоните. Если вы полагаете, что они рано или поздно исчезнут по вполне понятным естественным причинам – 90501288. Если вы полагаете, что русские детские сады, оплачиваемые налогами налогоплательщиков Рижан, должны быть немедленно закрыты, то 90501289 – это точка зрения для вас. Один звонок 10 сантимов плюс налог на добавленную стоимость в сети «Латтелеком». Голосование началось с этой секунды. С удовольствием представляю гостей этого вечера. Это Ижения Алдермана. Она является депутатом Рижской думы и руководит комитетом по вопросам образования, культуры и спорта. Добрый вечер. Добрый вечер. И ее коллега-оппозиционер, представитель фракции «Демократические патриоты», депутат Рижской думы Мартин Шиц. Здравствуйте. Господин Шиц, это же неправильно, да? Сколько у нас государственных языков в стране? Один. Один. Какой он? Русский? Латвийский. Латвийский. А сколько языков в детских садах, оплачиваемых самоуправлением? Я думаю, 3-4. Как? Хорошо. Второй, допустим, я знаю. А третий, четвертый какой? Я знаю, что мой внук учится в детском саде и немецком языку. Но он полностью? 24 часа в сутки? Нет, нет, нет. Это как предмет. Он учится на алтышском, ему учат немножко и русский, но там он больше, я думаю, получает русский в хоккейной школе, в детском саду ему и на саду еще учат уже, начиная с 6-летнего возраста. Госпожа Алдермана, ведь это очень логично, то, что говорит госпожа Элорта и вот многие коллеги из фракции господина Шица тоже, что государственный язык один и все детские сады, которые оплачены всеми налогами, режим налогоплательщиков, должны быть тоже на этом самом единственном государственном языке. Что это за филиал Кремля вы там устроили в Рижской думе с русскими детскими садиками в Риге? Нет, это нелогично. И я скажу, почему нелогично. Я думаю, что меня вряд ли будет оспаривать мой коллега по той простой причине, что если ребенок сперва не усваивает так называемый материнский язык, мать еще когда ждет ребеночка, она с ним разговаривает на родном своем языке, то это и ученые говорят, и врачи говорят, и любой лингвист вам это скажет, что если ребенок сперва не освоит основы родного языка, то это будут определенные проблемы у большой части детей. И изучение других языков, и вообще отразиться на качестве знаний. Но мы же ликвидировали вот чисто русские школы, мы сделали их билингвальными с 10 класса, там 1%, с 11 класса другой процент преподавания на госязыке и на языке национальных меньшинств, там к 12 классу это процент латтерского языка еще больше. Так что мы в детских садах-то устроили филиал Российской Федерации? Я бы сказала, что мы не ликвидировали школы национальных меньшинств, просто определили в старшем звене вот эту пропорцию 60 и 40, то есть 60 процентов предметов обучается на государственном языке, 40 на родном. А что касается детских садов, то между прочим и государств в данный момент абсолютно точно в прошлом году, 31 июля, приняло поставление о том, что программа национальных меньшинств осуществляется в детских садах, в которых вот идут дети, которые в основном говорят на родном языке в данный момент, не только на русском, между прочим. У нас есть группы и при украинской школе, и при польской, и при литовской, но говорят на родном языке. И это постановление, второе приложение этого постановления вот именно о том, как осуществляется программа национальных меньшинств. Так что это политика государства. Смотрите, господин Шриц, вот если бы Элорта была мэром Риги, никаких бы русских детских садиков не было. И украинцы посылали, которые не могут послать всех своих внуков и детей в украинскую группу при украинской школе, они посылали бы ни в какие не русские детские сады, а в латышские. И язык коммуникации в обществе был бы один, наш государственный латышский язык. Я не отвечаю за тот раздел, как школьник до 11 класса приходит к возможности знать перфектно латышский язык. И я был связан с этой проблемой еще и в последние советские годы, и в начале этого. В Латвии приходило очень много работать медсестер из Украины, из Белоруссии. И нельзя, выполняя свою работу, в том числе и врачи, и нельзя заставить, например, говорить на чужом языке о болезни ребенка с доктором или с медсестрой. У нас даже анекдот был такой. А как будет этот доктор, не знаю, еще и латышский язык, говорить с ребенком? Значит, надо латышские сады где, на Украине теперь открывать, чтобы дефицит медицинских кадров, и оттуда уже приезжали они, сестры наши, подготовленные на госязыке? Подготовленные, но, к сожалению, они не знали языка, и надо было обучать их языку интенсивно. Нет, это взрослые люди, это вам понятно, 30-40-50 лет, медсестра опытная, приехала как гастарбайтер к нам. Ну, как же она может начинать учиться, учиться педагогам, медицинским знаниям и так далее, со всей преподавательской знаниями, и она должна будет работать всю жизнь на латышском, она должна быть полностью готова свободно владеть языком, чтобы в течение вот этих трех или четырех или пяти лет, когда учится, на бакалавра там высшее образование получает, чтобы она равноценно со всеми могла получить образование, конкурентоспособное. А что такое произошло с латвийской медициной, что наши латышские медсестрички или местные русские, хорошо владеющие латышским языком, вдруг перестали работать в Латвии в области медицины и куда-то пропали? Ну, эта тенденция была очень давно, это даже в последнее советское время было одно время, когда подготавливали недостаточное количество, да, и второй раздел, что наши медсестры и наши врачи очень хорошо подготовлены, они абсолютно конкурентоспособны. Ну, и почему они не работают в Риге? Зачем им работать на 300, за 400 латут, если у них еще нет семей, ничего, они уезжают и работают за зарплату с одним миллионом больше, да. Господин Шиц, а вы не хотите посоветовать своим стратегическим партнерам из партии Единства, министру здравоохранения, министру благосостояния, платить 3000 латов медсестрам из госязыка? У вам все будет в порядке, никаких белорусских тут медсестричек приучивать не придется за наш счет? Я думаю, что к этому и придет. Да? Да. А когда медсестры будут 3000 латов получать? Ну, 3000 нет, ну, в принципе, до 1000 они должны получить, потому что в таком случае... Дату можете назвать? Мы запишем сейчас. Не могу. Думаю, 3-5 лет это будет. Через 5 лет? Или мы будем привозить украинских, вьетнамских, индийских, китайских, учить интенсивным курсом латышскому языку, и они будут согласны работать, может быть, да, из этих стран, где зарплаты меньше, за эту зарплату. А вы представляете, вот темнокожего, смуглого, с раскосыми глазами латыша? То есть, если сюда приедут китайские медсестры и, не дай бог, женятся, они же уже будут, извините, здесь останутся, правильно? Если не будет решаться демографическая проблема и все эти комплексы, да, сохранение возврата и в том числе зарплаты, тогда да, мы будем страна, которая будет покупать медицинскую услугу за границей. К этому может прийти. Господа Анатолий Домановна, вообще верите в искренность, вот всех, кто говорит, что русские детские сады, оплачиваемые налогоплательщиками-режанами всеми, да, в том числе и латышами, но русские детские сады, это неправильно, что их нужно убрать и перевести на латышский язык. В искренность этих слов вы верите? Нет, абсолютно не верю. Я считаю, что это политическая риторика, это работа на избирателя, потому что, естественно, есть определенный круг избирателей, которые это нравятся. Дело в другом. Надо действительно думать о том, как увеличить число занятий в русских детских садах. И Рига разработала в прошлом году план действий, и это связано и с государственной программой в какой-то мере. Рига уже давно работала, уже 2-3 года до этого, что, например, возраст с полтора года до 4 лет обязательно 2 занятия на латышском языке, а уже 5 лет и 6 лет, когда уже готовится к школе, каждый день занятия на латышском языке. Но занятия не как урок, а занятия через игру, занятия через коммуникацию, только так может изучаться второй язык. А можно вот русского ребенка вот сразу отправить в латышскую группу с полутора лет, вот с ясельного возраста? Нет, ну, уже... И пусть он там в этой языковой среде вот и сам плавает, а вось выплывет. Родители имеют это право, и это и делается, между прочим. Некоторые родители это и делают, да. Ну, а вот те, которые все равно сознательно, вот они, понимаете, отправляют в русские детские сады. Они кто? Это путинская пятая колонна, это кто? Это все, прославляющие оккупацию. Вот они, русские семьи, которые хотят, чтобы Рижская дума оплачивала русские детские сады. И чтобы они существовали. Вот кто эти люди? Это, во-первых, не русские детские сады, не латышские детские сады. Это детские сады для того, чтобы ребенку создать, повозможно, комфортабельную ситуацию. И чтобы ребенок в будущем, как я уже преди говорила, не сталкивался с трудностями, что обучение следующего языка, поскольку он не усвоил основы родного языка, может быть проблемно. И далее качество знаний вообще может быть проблемным. Это просто нормальный выбор. Но я не исключаю, что со временем, тем больше, скажем, будет изучаться латышский язык в детских садах, тем больше в старшей уже, в старшем, извини, 4-5-6 лет, да, действительно, дети уже абсолютно свободно смогут общаться на латышском языке и в русских детских садах. И это нормально. Он уже приходит в школу, он уже знает язык, он письмо не знает еще, но письмо он изучает в школе. В первых классах? Да, в первых классах. Ну так пусть будет латышский язык родным. Ну будет латыш с фамилией Иванов, Петров, Мамикинс. Вы знаете, господином, это... Вот с рождения только на латышском. Ничего на свете. Хорошая идея Уэллорта, понимаете, вот я же ее защищаю. Все на свете, что делается с позицией силы, и что делается, мы заставим вас это делать, ни один процесс не приносит позитивные результаты. Это только создает какой-то протест, значит, не признают мой родной язык, не признают мое нормальное желание, что мой ребенок комфортабельно подошел к школе, значит, ко мне относятся, ну, не так, как к каждому гражданину. И это создает сперва неудовлетворенность, потом это может создать протест, и это ни одной стране и ни одной социальной группе ничего хорошего не приносит. То есть пусть русские детские сады будут всегда? Вопрос идет о том, по каким программам подготавливают этого следующего налогоплательщика. Это сегодня 3-4-5-летний, через 10 лет наш налогоплательщик, который должен работать... В 12 лет уже ребенок налоги должен платить? Ну, в 18-19 лет. В 4? Нет, 6 лет плюс... 10-12. 16-18 лет. А они в 19 только школу оканчивают, а у вас они уже 16 налоги платят. Нет, многие начинают и работать, и водителям, и так далее, надо посмотреть на структуру, есть профессии, простые профессии, где это люди наши, и те, имеешь в виду, может быть, больше налогоплательщик, чем те, которые начинают работать высшим образованием в 30-40 годах, да? Ну, медицина, например. Ну, медицина, например, да. 32 года, просто начинающий хирург хороший. Ну, только он начинающий, но не все будут хирурги, да, но есть и простые работы, и дворником работать, и все, в любом случае, и подрабатывать в Макдональдсе даже, как студенты работают, да, для этого нужно... Не, ну, одно дело в Макдональдсе там сказать, здравствуйте, вам картошку фри на государственном языке, или там Кока-Кола. Ну, для этого есть, поэтому... Фри и Кока-Кола, конечно, тяжело, но можно перевести на латышский язык тоже? Ну, очень тяжело, да. Ну, так а в чем проблема? Ну, а не выучат эти на таком уровне? Пусть сидят в русских школах, в русских детских садах. На этом уровне коммуникации, при хорошо поставленной, хорошо поставленной правильной педагогике, да, в детском саду, где обучают и русских, и арабов, и турков, все равно кого в детском саду, к 6-7-летнему возрасту, да, этот ребенок может говорить на своем родном и может говорить уже более-менее на латышском языке, да. Это то, что он на улице, если среда есть, где он общается, в семье больше на латышском, или там больше на русском, в танцевальных коллективах. Я сам представляю абсолютно латышскую среду, да. Мой маленький внук, да, то есть один из... В смысле в медицине русских нету больше, не работает? Очень много русских, но они очень качество владеют латышским языком. Я помню, как в 90-х годах очень четко люди в Совете министров, которые... Прости, пожалуйста, ради бога, да? Ответь, это может быть Элорта звонит уже, сейчас ругает вас за ваши все высказывания. Ну, может быть, да. А знаете почему? Потому что я вообще должен вам высказать какие-то слова признательности за то, что вы на русском хотя бы сейчас говорите в этом эфире, потому что все ваши товарищи по вашей фракции, все демократы и все патриоты во главе с господином Скуя вот с какого-то там дня перестали говорить на русском вообще. Ну, кто-то ему приказал. В принципе, я не человек, которому можно приказывать. Ну, а всем остальным вашим, вот ваша легендарная оппозиция в Рижской Думе, что с нею произошло? Ну, там есть, в любом случае, есть и такие, которые в демократах остались, которые с первого дня демократические патриоты, но даже нет, и с первого дня он никогда в жизни, даже, по-моему, Крестовский, ломаясь, но все равно говорил на русском. Никогда. Пока звук. Говорил, говорил. Говорил, да? Да, да, да. Ты, наверное, встречаешься там с Путиным. Потом появляются позы, к сожалению, появляются потом позы политических амбиции. Надо там 16 марта кому-то в морду дать, публично обязательно, да, не сказать, да. Им нужен этот скандал, вот это противостояние для выбивания политического капитала, да. Это неприемлемо. Давайте выбьем сейчас капитал обыкновенный из наших рекламодателей. Реклама на канале РЕН-ТВ Балтия, и мы вернемся через пару минут. Добрый вечер всем, кто смотрит телеканал РЕН-ТВ Балтия только с этой секунды. Это авторская программа Андрея Мамыкина без цензуры, и мы продолжаем говорить о русских детских садиках в Риге, но не частных, а тех, которые оплачивают все налогоплательщики, в том числе и этнические латыши. Должны ли они продолжать существовать в нашем городе? Гости в нашей студии это Ижения Алдермана и Мартин Шитц, представители позиции, соответственно, и оппозиции в Рижской городской думе. Подчас с противоположными точками зрения, я имею в виду точки зрения оппозиции и оппозиции, вы же продолжаете искать ответ на вопрос, что делать с этими самыми русскими детскими садами в Риге, ну так называемыми, так как пресса окрестила, они должны остаться, исчезнуть рано или поздно, или вообще немедленно должны быть запрещены. Телефон на ваших экранах, и каждый звонок стоит 10 сантимов, плюс налог на добавленную стоимость в сети Латтелеком. Господин Шитц, до рекламы мы закончили на том, что вот кто-то очень хочет 16 марта дать в морду. Наверняка сейчас возникнет огромное количество желающих пойти 9 мая тоже кому-то дать в морду, ну в противоположный фланг. И вы все это назвали выбиванием политического капитала. Придите и скажите своим товарищам по фракции, что так некрасиво, так нехорошо. Крестовский, Скуя, стратегические партнеры ваши там в виде Линтелеса, которые даже отказываются руку подать коллегам по позиции в Рижской Думе. Это была, между прочим, одна из причин, почему демократические патриоты не шли дальше с национальным обвинением. Именно вот это. Стоп, 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 стоп. Глубоко уважаемый депутат Скуя, слышали про такое в Риге? Кто он в вашей фракции демократических патриотов? Он уже не во фракции. Не-не-не, кто он был во фракции? Он был во фракции. Председатель. Председатель. В каком сейчас он в списке борется за закрытие русских детских садов? Ну его исключили из демократических патриотов. За что? За латвирский язык? В том числе за некоторые взгляды, связанные с 16 марта. И они пошли в ту политическую силу, которую они считают правильным. Это уже его выбор. То есть взяточничество у Скуи проблемой не было все эти годы? То, что он дал взятку чиновнику Рижской городской думы и потом получил уголовную судимость. Это не признак для исключения из фракции. Вот 16 марта и регионеры. Вот это вот как-то. Мы считаем, потому что я был, и я шел, и тоже своим внукам. Мне есть кого почтить, да. Не-не, вы с внуком, это личная жизнь. И мы шли туда и ставили. Про взятку вашего бывшего босса во фракции. Я не готов ответить про этих вещей, да. Я считаю другое, что каждый человек может быть и суден, и потом он может исправиться. Нет клеймана всю жизнь, да. И справился? Он больше не дает взятки? Я думаю, что нет. А ни Кушакову, ни Калдермана за 5-4 года нет? А может, берет от него? Я не знаю. Кто берет? Может, берет от Ушакова что-то? А от Ушакова что-то берет? Нет, я шут, конечно, это да. Я не знаю. Смотрите, сейчас уточним, госпожа Алдоровна. Кому Ушаков деньги дает? Я никому не скажу. Расскажите. Катам. Катам? Да. Это в этом приемном помещении? Да. Он вполне их содержит на свои деньги. Вот это единственное, я не знаю, где Ушаков тратит свои личные деньги. Слушайте, а вот если получится так, что Ушаков не будет мэром, коты куда? К Элорте перейдут по наследству? Я думаю, что Ушаков позаботится об этом, но я не допускаю ни на секунду такого мнения, что Ушаков мог бы не быть мэром. Да? Да. А почему? А потому что я вижу вопросы. Я вижу мнение людей. Последствия советской оккупации в виде русских детских садиков, он продолжает ремонтировать и фасады утеплять, правильно? Дорожки в русских районах продолжает асфальтировать. Русские плявники и русские пурциям, там канализация поменена за годы правления Ушаков. Я с вами не согласна, поскольку реновация сделана даже больше в латышских детских садах и школах, чем те, которые на русском языке в основном ведут. Даже, да, по статистике? Да, по статистике. Сломался все-таки, ушел от Путина. И этот факт, что на инфраструктуру, в сферу образования потрачено 70,4 миллиона, это никогда не было после восстановления независимости, когда такая сумма шла на образование. Так это Биркс Янис, честный человек из национального объединения, мэр накопил эти деньги, а Ушаков профукал все. Почему? Профукал он потратил на очень нужное, святое дело, и ничего не пропухано. И Рига в полно нормальном режиме кончает этот созыв. И насчет Ушакова я не сомневаюсь. А за что его пинает оппозиция господин Шитц, там Рига Сатекс, мой господин Скуя, то-не-то, это-не-то? А почему пинает? А всегда пинает того, которого боятся. И которому немножко завидуют, может быть. Завидуете, да? Доктор? Нет, в принципе, я думаю, что Ушакову денется в виду, ему тяжело. Я не хотел бы на него не сомневаться. Я это не пришлюсь, да? Там есть вещи, которых надо указывать, да, и, к сожалению, иногда и делай хорошие дела, не замечаешь и занозы в своем глазу тоже, да. А все-таки есть хорошие дела, да, у Ушакова? Кто может оспарить? Например, то, что касается социальной комиссии, да, но там работают не только фракции, там есть все фракции, это очень большая часть и оппозиции. Мы реально работаем на те вещи, у нас нет несогласия. Вы с господином Скуя не перешли во фракцию Ушакова, если у него так много хороших дел, даже по социальной комиссии. Не будем путать идеологические разделы с хозяйственными делами, да. Не строим коммунистические мости или капсистические. А в пальце бывает красный или зеленый? В пальце бывает коммунистический или национальный? Нет, вот как раз я согласен решить, и поэтому мне очень неприятно было, когда в Думу, я действительно шел в Думу, в смысле, что там будет 60 человек, и не будет позиции оппозиции, и у каждого есть общие совпадающие дела. Ваш коллега по предвыборному списку 4 года назад, Крестовский, когда переписывался со Слуцисом и говорил, что русских и латышских пациентов надо лечить одинаково, и согласился с этим доводом. Да, так оно есть. Что да? Вы согласны с этим? Разве сейчас не лечатся поодинаковыми? А, нет, прошу прощения, по-разному я говорил. Нет, нет, нет. Слуцис говорил по-разному, а все говорят, что одинаково. Это было опять, я очень хорошо знаю случай в том, что и про Слуциса, да, и еще хочу даже ему извиниться. Он сказал, я с ним потом говорил, соединился, с Соединенным Штатом соединился, да, человек сказал, что ему он может оказать неотложную помощь, да, но он не знает русского языка, он не сможет его русского лечить так, потому что языка не знает. Он не это сказал. Он сказал, что он человек, пострадавший от красных звезд и советских солдат, он не может подойти, то же самое, как врач еврей, не может подойти к нацисту бывшему и оказывать помощь. Ну, это его личные чувства, да, он сказал про неотложную помощь, так же, как Биденеш сказал и все остальные, да, да, я могу выбрать больных, которых лечу за деньги, да, но это не неотложная помощь, да. Клятва к Ипократу относится к неотложным случаям, по большому счету, да, и каждый из нас идет, кто хочет профессора, кто хочет этого, кто хочет такого, кто хочет этого, все решает деньги, да, это уже не обязательно. Могу, хочу ехать на Запорожье, хочу ехать на Москве или на Опеле, да. Ну, если вы решаете хозяйственный вопрос, то почему и вы, и ваши коллеги вообще сильно больше, чем вы лично, господин Шитц, поднимают вопрос вот этого вот межэтнического, вот это вот русские сады, мы их не оплачиваем, это латышские сады. Это единственное. В практике, в которую шел ваш стратегический партнер и друг, с кое национальное обеднение, даже референдум затеяли вообще за запрет русских школ. Ну, детские сады, понятно, следующие в этой цепочке. Ну, я не знаю, почему, когда произошло деление обязанностей, да, Рижской думе, когда сказал, почему те 22 или 23 человек были от страны, а вообще от дел, о возможности участвовать руководству какой-то комиссии. В Сайме и позиции руководят оппозиции. Я не знаю, почему... Это хозяйственная комиссия, это которая тряпками и швабрами всеми заведует? Нет, нет, нет. Например, комиссии социальных вопросов, комиссии по здравоохранению комиссии, по коррупции, чего-то, так же, как Долгополов в Сайме. Руководит комиссией, да. Он оппозиции, самоприняем. В принципе, мы пришли работать, да, а нам посылали место. Мы будем работать, а вы только критикуете нас. Госпожа Алдермана, вот пустили бы вы оппозицию тоже к власти в Рижской думе? Было бы там не 37 депутатов в позиции, да, как сейчас, а все 60. И не кричали бы они о закрытии вот этих детских садов. Это мое личное мнение. Но я считаю, что беда вот именно в руководящих людях оппозиции в данный момент. Поскольку я за всю свою жизнь не слышала столько демагогии, извините, и столько лжи, и нападков, скажем, на те, которые делают ту или другую работу, сколько я делала за эти 4 года почти, да. И я считаю, что если руководящая вот именно вот эта половина оппозиции в данный момент по-другому смогла вести диалог более конструктивно, более реально, то совсем другое было бы отношение и совместное сотрудничество. Ну хорошо, а какая ложь, вот в какой лжи вы можете уличить оппозицию, ну, по своему профилю, по вопросам образования, науки, культуры и спорта в Рижской думе? Ну, например, был случай, когда девочка упала на 12 метров в бетонный колодец, в незакрытый? Было, это же правда? Это подняла на счет оппозиция. Был случай, когда там 30 детей в каком-то другом садике были вообще не записаны формально в списках, но при этом продолжали посещать садик? Извините, это все эти вопросы поднял департамент по образованию, культуре и спорту, а потом приписывает немало вот таких вещей себе оппозиция, да. Да, да. И департамент насчет вот этих детей, которые там были приписаны, и департамент сразу и принимает очень решительные меры. Меры? Есть меры. Поскольку та девочка, которая упала вот в эту шахту, сразу была освобождена заведующая за то, что она просто неправильно организовывала работу. То же самое было и в другом случае. А в другом случае был другой случай по поводу языка. Одна заведующая принципиально сказала в русском садике, не хочу и не буду учить латышский. И вообще я сдала, и идите все. Вон в том числе и вы, госпожа Алдермана, и ваш посыл тоже у нее заявление было. А вот это уже? Вот это вот ваша политика, вот путинско-кремлевско-ушаковская. А это уже я вам скажу тоже свое личное мнение. И я считаю, что так думает и позиция, и оппозиция, что если человек, который руководит учебным заведением, и 22 года после того, как Латвия получила независимость, и учитывая то, что есть правовые акты, которые абсолютно точно указывают, на каком уровне человек, который работает в образовании, должен знать государственный язык, если человек вот так говорит, он не имеет права руководить учебным заведением. И что с ней сейчас, с этим директором, сад заведующей? Это мое личное мнение. Я в данный момент, вы знаете, точно не знаю, о каком детском садике и какой заведующей вы говорите. Это, по всей вероятности, заведующая, которая очень длительное время болеет, где-то уже с декабря месяца. И департамент ведет с ней переговор, что все же такая позиция абсолютно недопустима. И она приняла решение, насколько я знаю, оставить способ. Господин Шитц, то есть заразил Бациллой ненависти ко всему латышскому Ушаков и его коалиции? В принципе, там довольно большой спектр, это же объединение, там не одна партия. И есть одни, которые очень, скажем, резко стоят, есть та часть, которая, может быть, мне более близка, то есть бывшие латвии Сельш, которые были довольно центрические, довольно прагматичные такие люди. А есть такие вот, которые совсем сидят у Ушаковой и выступают за восстановление Советского Союза? Ну, не вообще. И за полную тотальную русификацию? Есть такие? Есть, я только могу сказать другое, что есть люди, которые в течение четырех лет ни разу на трибуне не были, ни разу не выступали на заседании комиссии, да, так и были. Но они хоть голосуют, они в голосовании принимают участие? В голосовании, так что, я не знаю, они вообще знают, за что голосуют, потому что показано голосовать и все. А вы знаете прям все вопросы досконально до последнего, которые напоминают в заседании Думы? Ну, я могу говорить о себе, да, вот я десятки лет привык работать с большим объемом документов, и действительно стараюсь считать от начала до конца. Вы как Борис Николаевич Ельцин, прям работаете с документами. Да, это бюрократическая может быть такая. Ну, а Ушакова, расскажите, это же самое интересное, кто у него, который вообще совсем не понимает, за что голосует? Вот госпожа Алдермана. Я думаю, что Алдермана руководит комиссией, комитетом, да, она должна знать свои вопросы, и она даже защищает эти вещи, да. Но остальное, ну, я говорю по-другому, что по списку можно посмотреть, кто выступал, кто не выступал, кто ни разу не вышел на Трабуну в течение четырех лет. Так, может, они не хотят деньги налогоплательщиков? Извините, но такие депутаты есть абсолютно во всех фракциях. Такие есть и в позиции некоторые, такие есть и в оппозиции. А в оппозиции кто отсиживается тихонько и не пикает, кто? Вы знаете, я не рассматривала этот список, просто мне не было такого вот... Временами. Ну, я их визуально в данный момент вроде бы вот так вижу. Визуально, да? Представьте себе, представьте себе, что даже вот не могу назвать фамилию, потому что человек ни разу, он не работает в моем комитете, он ни разу не пошел на трибуну, да? И его просто вроде бы даже нет. Но такие отдельные депутаты есть и в Рижской думе, такие есть в Сайме, и в Сайме такие есть абсолютно везде, где вот такая структура примерно... Есть очень большая такая вещь, которая, по-моему, это беда не только политической партии, но и была системой государственного управления, потому что мы сначала идем и выбираем по спискам, да? Выбираем один в списках, премьер будет, там Домбровский у него, да? Другой в списке, там кто-то другой, премьер, да? Ну, к премьеру, говорю, да? Наш премьер всем ребятам премьер. Ну, пускай будет, да? Но выбирай Тавсаев, депутатов, да? Я не выбирал Крестовского, министром иностранных дел, я не выбирал Элерты, министром культуры, да? Я даже чувствую себя, как избиратель, ну, то есть обманутым, потому что я знаю, как те человека, которые, войдут на список, будут голосовать, знаю, как она будет работать как депутат, да? Но я не выбираю его для работы, должностях, чтобы... Но вы вместе четыре года назад шли в одном списке с Крестовским, правильно? Я не шел на выборы, в меньшином выборе Сайма. Нет, нет, я говорю про Нисеем, я говорю про Рижскую Думу. По четыре года, если они-то меньше работают после распуска парламента. Там был вопрос о профессиональности, да? Вопрос, что с этими вещами должны честные критерии, выдерживающие профессионалы работать. А вот ваш товарищ и бывший руководитель фракции Скуя, честный человек? Я думаю, что он не претендует на должность директора школы. Честный человек Скуя? Я думаю, полностью нет. Есть какие-то вещи, которые... Взятка в 9 тысяч, вот это, чиновнику Думы? За каждым человеком тянется как-то шлейф. Вы взятку давали кому-то? Брали? Я давал полицейским. Когда-то давал. Госпожа Алдармана, а вы взятку давали? Я никогда в жизни не давала и не брала взятку. Вот это я могу сказать, могу что процедить. Страшно. Полицейскому давали? Да. Так у вас вся фракция такая. Скуя давал чиновнику Думы. Но вы выбрали полицейского. И говорите потом, что Ушаков нечестный, а мы честные. Да, я в любом случае... Были времена, когда показывали удостоверение в кабинет министра, вот полицейский тебя отпускал. Все это по годам, все это выживалось. Ну так правильно, вы его депутатский мандат как покажете, он сразу отпускает вас. К счастью, сейчас этого нет. К счастью, сейчас этого нет. Ну, что не побил, знаете, в кровь в России показывают ужасы. Так оно есть. Да. Я понимаю. Слушайте, вот у меня такой вопрос, он может философский, а может вам покажется чрезвычайно наивным, простите меня за это. Вот если бы 20 лет вообще не говорили о национальных вопросах, говорили бы о качестве асфальта, о ремонте канализации, о качестве образования, обучении детей языкам разным, всяким, тем более в Европейском Союзе сейчас на одном латышском и на одном русском не уедешь далеко. Нужно обязательно еще иметь багаж. Вот если бы 22 года не было вот этой вот, я даже не знаю, как тягомотины вот этой вот, кто кому больше должен, русские латыши, кто чей бутерброд на кухне коммунальный съел. Вот как бы мы жили сейчас, господин Шитц? Я думаю, что если не было бы примерно 1996-1997 года, когда пришли ряд из наших олигархов, мы шли бы так, как эстонцы. Зарплату у врачей, учителей было бы в два раза больше. Они в середине 90-х лет выжили вот эти негативные все явления. И поэтому я и сказал, да, это то, что я делал, было в начале 90-х годов. Сейчас даже не посмею, потому что там и отфорографируют, и еще посадят. За взятку? Естественно. Понятно. А в начале 90-х, ну да. Там было тяжелое время. Нету полицейского с кнутом, можно давать. Там такое было. Не надо, это и воспитание тоже. Госпожа Алдермана, про национальные вопросы и не заасфальтированный я, 22 года. Может, 22 года? Да. Вы знаете, вот то, что вы более даже точно задали господину Шиццу, если не было вот этих политических, этой политической грязи, которая очень часто мешает хозяйственным вопросам, я скажу так. Понимаете, число людей, которые вот эту политическую такую... Кухню. Такой сванты делает. Это небольшое число. Но они очень громкие люди. У них есть трибуна. И они говорят, и они все время, все время работают на раскол общества. Понимаете, их речи, их выступления, их отношения работают на раскол общества. На этим людям на это в основном уходят их силы даже, да, которые они могли действительно совсем на другие вещи. На этом мы сталкиваемся с тем, что сегодня мы слышим одно, завтра другое. Например, перед самым принятием бюджета 2013 года мы все знали, что будет 23 миллиона на зарплату работников детских садов, воспитательниц. Перед самым принятием вдруг нет. Вы имеете в виду национальный уровень, уровень правительства страны? Уровень правительства. И вот таких вот вещей, которые обещаются людям, это и вопрос с пенсионерами. Медицин и то же самое. Да, медицин везде. Вы понимаете, все время вспоминаешь Репшу, хотя не хотя. Как можно не обещать, а потом не исполнять. Что бы ни говорили о позиции, что бы ни говорили о Пушакове, но то, что мы позиции обещаем, мы делаем. Да, где-то по дороге вполне возможно ошибаемся. Где-то что-то не так сделали, но сделали. И в этой ситуации я бы сказала, вот заранее ваш заданный вопрос, ну, почему все же не вместе с оппозицией? Если мы работали бы вместе с оппозицией, была бы такая ситуация, как и в предыдущих составах, где один и тот же вопрос очень долго не принимался, дискутировался, переходили, меняли должности, меняли мэров и прочее, и прочее. И жизнь начиналась все время сначала. Просто, вот говорил Мартинч, да, большинство депутатов, которые приходят или в Думу, или в Сейм, они приходят с очень хорошими намерениями. Работали. Они приходят и думают. Вот я, например, тоже думаю, если, когда я приходила, господи, как я буду пытаться для образования, для интеграции общества, которое Рига теперь перфектно работает, гораздо лучше, чем государство в целом, да, как я буду над этим работать. Поскольку вот оппозиция, я это смогла осуществить в основном все свои идеи, которые у меня были. А если была бы вот такая каша, как, например, там в Юрмале или еще в других местах, ничего невозможно реализировать. Вот мы не обманываем наших зрителей. Мы обещали рекламу на телеканале РЕН-ТВ Балтия, а реклама и есть прямо сейчас. Добрый вечер всем, кто смотрит телеканал РЕН-ТВ Балтия. Это авторская программа «Мамыкина без цензуры». И последние финальные 10 минут, кажется, мы в эфире РЕН-ТВ Балтия спорим о русских детских садах в Риге. И не только о детских садах, но и об отношении правительства к жителям, самоуправлении к жителям. Два гостя по-прежнему в нашей студии. Это руководитель комитета Рижской думы по вопросам образования, спорта и культуры Айжения Алдермана и депутат-аппозиционер Рижской городской думы Мартин Шиц. Еще раз всем добрый вечер. Господин Шиц, а вот где вы были, когда ваши стратегические партнеры на уровне только правительства, о чем говорил госпожа Алдермана до рекламы, обещал 23 миллиона детским садикам и конкретно воспитателям, живым людям, которые не уехали за границу, а продолжают учить и воспитывать детишек и в русских, и в латышских, и в белорусских детских садиках, и не дали эти 23 миллиона. Вот где лично вы были тогда? Я был в Рижской думе и работал на своей станции на неотложной помощи, поэтому я не член ни одной из коллекционных партий, я не член, к сожалению, и может быть и к счастью. И поэтому вы как бы так, ну бог с ним, получают эти бедные воспитатели 360 латов, грязными, до налогов, 200 с небольшим на руки, и нормально. Я борюсь за 310 до налогов в ассистентах в Рашей, которые работают на скорой помощи, в тысячах, и то же самое. Хорошо, но вы, например, лично вы критиковали Ушакова за Ригас Сатексмы, у меня там дома половая тряпка чище, чем все, что вы говорили про Ригас Сатексмы. В 2010 году общая дотация, когда кризис был сократили, на Сатексмы со стороны правительства 10 миллионов латов. В этом году меньше 3 миллионов латов. Ушаков не сократил, как бы его можно не любить, ни одну программу, ни одну скидку для пенсионеров, а правительство дает меньше. Но почему? Ну, к сожалению, там, может быть, не надо больше, может быть, если там деньги тратятся правильно и честно, и не разворовываются и рационально, тогда, может быть, надо даже больше давать, и, может быть, действительно, надо не тратить на расходы, на содержание всей этой системы билетной и так далее, может идти и по Таллиннскому вещь, может быть, дешевле будет, да, полностью платить бесплатный транспорт и все. А вы, кстати, голосовали за бесплатный проезд пенсионеров? Да. Голосовали? А ваши товарищи? Тоже. Потому что половина оппозиции против была? Нет. Половина была? Было ли, госпожа, Адраман? Я в любом случае голосую за. Я в любом случае за. А как это так? Тогда они были против бесплатного проезда для наших бабушек и дедушек, а сейчас они говорят бесплатный проезд всем. Ну, вопрос, и в этом вопросе тоже. А давайте бесплатное такси для всех рижан сделаем, бесплатно. Это неправильно, может быть, каждому вместе сестру личную дадим, да, и каждому больному скорую помощь свою личную, да. Есть возможность, которую экономика может поднять или нет. Если мы своим рижанам давали денег на здравоохранение столько, сколько дается в Соединенных Штатах, тогда полностью весь бюджет Латвийской Республики шел только на здравоохранение, да. В Соединенных Штатах каждый третий не имеет ничего, кроме неотложной помощи, недоступного. И даже при этой системе они тратят на здравоохранение, то свое здравоохранение больше на каждого человека, чем мы тратим на все нужды каждого человека, да. Давайте не будем строить тогда национальную библиотеку, там что еще, хотя и акустический концертный зал, давайте отдадим медицине. Ну хорошо, не детским садам, но медицине отдадим. Давайте. Ну а где эти, где будут эти учиться, где будут эти качества, хранилища, все, то, что нам нужно. То есть библиотека. В библиотеках, к примеру, да, я насчет библиотеки, я думаю, что от 90-го года, когда был проект до 2016-го, пока она будет достроена, по-моему, в спорах за то, строить, не строить, и проекты припроектировать, может быть, за эти деньги две библиотеки можно было построить. По 14-й год ребенок может пойти в первый класс и почти закончить школу. Основную точно, но, может быть, и среднюю останется. Я в другом, да, я думаю, что у нас столько денег тратится на эти бюрократические споры. Нет урешения последовательности, да, что можно создать проект, первый проект, и реческие мосты и так далее. Я точно вернулся из Пакистана, да, там, ну, как к примеру, да. А у нас платил комбировку Пакистана? Сам. Сам? А что вы там в Пакистане? Ну, как правило, там мне, я видел, есть одну хорошую вещь, да, насколько должны отвечать за личные, ответственные за личные решения, да. Там построили хороший мост на Хайве, ну, наверное, где-то два раза дороже, чем наш островной, но мост через три года рухнул. Следственные комиссии... Ну, наш южный, слава богу, стоит. Ну, сейчас сюда, но там зато... Акцион из Беркана строили на совесть? Стоит пока еще? Ну, пока стоит, да. В любом случае, за то, что была ошибка строителей, спроектировали, его расстреляли, да. Я, конечно, не призываю к таким мерам, да. А давайте ушаково расстреляем, Салдерман, заодно. Он же не строит мост, эти вещи, есть договор, есть сроки и выполняет, да. Мне неприятно, я человек, который привык держать слова, ты мне говорили о том, как можно не обещать. Я не знаю, если я обещал, я должен это выполнить. Это ваш стратегический партнер в партии единства, я уже говорил. Да, да, да. И сейчас опять будем голосовать, и опять проверим, так же как за бананы в свое время, так опять новые места и заново пришло. Госпожа Алдермана, вот что это такое? Не голосовать за бесплатный проезд для пенсионеров, а потом говорить, что давайте всем бесплатный транспорт сделаем, как в Таллине. Вот как это называется? Это, как я уже говорила вначале, это демагогия. Мне кажется, что они все же, это часть воздержалась, я теперь не помню, то есть воздержалась, но это тоже против. Это против, собственно говоря, да. Это чисто демагогическая вещь, тут ничего не поделаешь. То, что вчера говорили, то сегодня забыли, и объявляет уже идею, хотя, например, таллинский опыт, до того уже изучали там господин Баранник, и с позиции все, а потом зайти на трибуну, и вот это предлагаем мы. Это похоже, как вы говорили, что там открыли что-то про детские сады, хотя это уже давно было открыто, и даже сделаны определенные действия, да. Но я бы хотела сказать следующую вещь, что, естественно, каждый за свое. Тут господин Шитц говорит о медицине, и правильно говорит, общество должно быть здоровое. Но я совсем недавно говорила на очень большом совещании следующую вещь. Я недавно была в Петербурге, там была прекрасная конференция, международная конференция, там выступали Соединенные Штаты, Австрия и прочее. И говорилось очень резко, очень открыто о следующих вещах. Если какая-то страна не понимает простую вещь, что если не будет образованных умных людей, то нечего говорить о росте экономики и о других вещах, и о, скажем, качественной работе на уровне правительства и местных самоуправлений. И если в данный момент и уже несколько лет образование, так же, как и медицина и культура, между прочим, живет от остатка какого-то, да, это ненормально. Мы рассказываем в данный момент у нас в Латвии история удачи. Да какая, извините, история удачи? Если мы пойдем и спросим людей на улице, они спросят, что это за сказка. Но это история удачи и развития экономики будет только тогда, если мы будем выпускать умных людей из школ и из вузов. Только тогда у нее есть будущее. Господин Шитц, может быть, вам нужно было не в Пакистан ехать? Там бы вас научили не расстреливать людей, а в Петербург про экономику и образование бы послушать. Был и смотрел, как работает скорая помощь Петербурга. По своим вопросам я действительно слежу, что и как делается мир. А вот вместе с руководством Рижской думы, с руководителем комитета поехать? Ну, такой комбинировок у меня не был и не был предложен даже. Почему не берут? Не знаю. Нет, я был по социальным вопросам, был в Гамбурге. Там было приглашение из Петербурга, между прочим. Приглашение, тем более, пофамильное. Поскольку я за эти годы все время работаю. Ну, они называют там министрами. Да, министры культуры, министры образования в России, так и в Москве, и в Петербурге. Ну да, там правительство города, есть правительство области. У них все правильно называется. То, что у нас руководители комитета, у них там министр по образованию, министр в культуре. Ну, пусть будет так. У каждой страны свой порядок. В каждом доме свой порядок. И я все время сотрудничаю с этими людьми. И я была приглашена, и я очень-очень довольна. Со мной был и руководитель департамента, господин Хелманович. Там, например, Соединенные Штаты. А оппозицию брали с собой? Как? А оппозицию брали с собой? Это было личное приглашение. Видите, это не Ушаков, это Путин вас никуда не приглашает. И губернатор. Даже не Путин, даже не Путин. Это коллега из Петербурга. Там приглашают. И там даже вот Соединенные Штаты, когда говорили, они подчеркивают следующую вещь. Если даже Обама, которого выбрали на второй, как мы знаем, период, если он в такой стране, как в Соединенные Штаты, объявил, что основной и главный приоритет – это образование, если мы хотим видеть будущие страны. То, о чем говорим мы тут? На наши 360 латов воспитателям, на абсолютную несправедливость по отношению ставок. Например, учителю, этих же 280, которые плачет государство, Рижская дума доплачивает. Потому получается такая средняя. Мы доплачиваем. А правительство не доплачивает воспитателям самоуправления? Рижская дума дает? Правительство дает 280. И то дает только старшим группам 5 и 6 лет. Остальное все платит местное самоуправление. То есть если там 4-4 года? Все местное самоуправление. Да, абсолютно. И если мы видим вот такую ситуацию, что нам уже не хватает, между прочим, мы открываем группу, но нам не хватает уже воспитателей, которые ставят. Мы в такой ситуации уже дошли до того, что... Давайте вот последний вопрос, финальный, опять-таки на уровне сердца и эмоций. Вот эти последние 4 года Рига прожила хорошо или плохо, господин Шитц? Нормально. Госпожа Алдерман. А я считаю, так хорошо, как очень много лет мне жила Рига, так хорошо прожила Рига. Это и культура, и разные культурные мероприятия. Это то, что сделано в образовании. Это то, что сделано для определенных групп и для учащихся пенсионеров в проезд. И я могу продолжать это. Спасибо. Хочу сказать нашим гостям, это руководитель комитета по вопросам образования, спорта и культуры Рижской думы Ежени Альдермана и депутат Рижской думы оппозиционер Мартин Шитц. Спасибо. Я благодарю всех, кто участвовал в сегодняшнем онлайн-опросе. Звонки больше не принимаются, голосование завершилось. Его итоги вы сейчас видите на своих экранах. Мы по традиции его не комментируем никак. Всем самого доброго. До завтра. Завтра попытаемся разобраться, что происходит в области коммунального сектора в латвийской столице. Оставайтесь на Рантео Балтия. Редактор субтитров А.Семкин